да приветствую друзья вот меня спрашивают иногда чем я занимаюсь я вот независимо от того рисую я пишу книги помогаю больным там или помогаю спортсменам чем бы я ни занимался или веду школу человек будущего homo futurus а там у нас 186 тысяч подписчиков люди из разных стран и мы вместе создаем науку человечности я хочу вам ответить на этот вопрос чтобы больше не повторять чем я занимаюсь чем бы я ни занимался я вот написал здесь небольшой конспект просто прочитаю чем бы не занимался я занимаюсь моделированием человека будущего это человек созидающий человек человечный человек на сферный человек космический способны использовать энергию стресса для изобретений принятия не шаблонных решений в условиях неопределенности и неожиданности со скоростью инстинктивных реакций о как быстро он должен соображать и соображать нестандартно без страха и шаблонов мышления то иначе ничего не получится человек будущего связан с наукой человечности то есть он создает науку человечности потому что там лежит то что лежит во всех религиях люби ближнего не хлебом единым жив человек что не в деньгах счастья но чтобы был баланс он создает науку человечности да и вот там главная такая формула что творчество это поиск на и простейшего решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей там определено это любовь это сопереживание это чувство бесценности живого вот какую бы задачу чек не решил а он ищет наиболее простое решение получил сложным путем уже ну и любой дурак ищет ищет наиболее простое решение в этом и есть оригинальность и неординарность изобретательность не шаблонность мышления это как раз таки есть уникальность мышления найти простейшие решения но через призму общечеловеческих ценностей еще раз повторю это любовь это сопереживание это чувство бесценности живого это выработано тысячами лет да это очень важно и вот для человека будущего вот например древо познания добра и зла это не концепция греха ослушания с вытекающие оттуда презумпцию виновности не дающие людям быть свободными будьте внимательны пожалуйста а концепция пробуждения хоть и труден путь но с открытыми глазами познания добра ведь древо так и называется древо познания добра и зла а превратили это древо вот во что что ослушался человек там помните змееве говорит скушай деточка плотта она ведь нельзя отец не велела знаешь почему нельзя она говорит а почему останете как он вот же но в чем дело а у нас вот превратили это в такое чтение что ослушался отца съел плот поэтому был изгон поэтому стал смертным но он смертный стал потому что у него тело есть и там на один компромисс на один компромисс поэтому как будто согрешил и поэтому смерти ну ладно это кому как нравится это понимать но я говорю о том как я понимаю эти вещи выживание для животного это одно это бей беги от супинеет агрессия это зажим там стеклинеет там ну короче говоря выживание для человека это другой это другой уровень совершенно это через развитие выживание через развитие у человека есть выбор в отличие от животных есть главный выбор это быть человеком из личные человеческие ценности с вытекающей концепции не вреди люби ближнего где ближние каждый стало быть любите то что это помоги это сопереживай будь добрым я работаю чем бы я не занимался картины рисуя книги пишу или чемпионов мира готовы нас она неважно я занимаюсь работы для сокращения кризисов и войн на планете и потребности в лекарствах другими словами экологизации внешней и внутренней среды человека чтобы сохранить разум на планете и как говорили все хочу чтобы люди были здоровы и любили друг другу вот для чего я работаю у нас на школе человек будущего homo futurus 186 тысяч подписчиков нам нужно чтобы были миллионы потому что мы даем как использовать энергию стресса страха боли для здоровья и изобретательства создавать не шаблонные неординарные решения через призму общей человеческие ценности чтобы был мир внутри и снаружи чтобы были гармоничные отношения чтобы конфликт разрешался легко и быстро чтобы внутренний конфликт который создает стресс и вокруг и внутри человека из служит разрушению чтобы он служил созиданию это очень важный момент и человечество ищет этот баланс между первичностью духовных и материальных ценностей потому что точно не хлебом единым в человека деньгами любовь например не купишь но без денег тоже жить нельзя и поэтому баланс нужен и поэтому весь мир ищет этот баланс так вот человек будущего это каждый из нас и наша задача открывать себя и у нас есть для этого ключ который помогает открывать помогает нам достигать состояние свободного сознания состояния ощущения что ты можешь если религия создалась веру человек человек человека в бога то наука саморегуляции создает веру в собственные человеческие возможности на основе изучения резервных возможностей человека как устроены нейросети мозга как человек взаимодействует сам собой и себе подобными и вот самое главное друзья сопереживательность сопереживательность доброта потому что доброта спасет мир красота спасет мир сопереживательность это же есть любая ближнего Да, друзья, помоги, не вреди, и счастье быть собой. То есть, по существу, как написано в Библии, решил Бог создать человека по своему образу и подобию, если бы человек это услышал правильно, что человек по природе творец. И когда он становится на этот правильный путь, защищает себе Творца, открывает себе Творца, относится ко всему как творческая личность, развивается в этом направлении, он тогда прав. Да, и что такое зло, и что такое добро? Добро – это то, что работает на вечные человеческие ценности, на то, что помогает жизни, а зло – это то, что против логики жизни. Вот оно, как всё просто. До встречи, друзья. До встречи, друзья.